Они видят все на расстоянии до 400 километров и не пропустят ни одной цели. За воздушным пространством в Центральной России уже четвертый год военные следят с помощью новейших установок ГМС. До недавнего времени их работа была полностью засекречена. И вот впервые на территорию военной части пустили журналистов. Наша съемочная группа увидела своими глазами, как действуют современные комплексы воздушной обороны. Репортаж Константина Панюшкина. С 2010-го сотни километров вокруг Москвы. С четырех сторон мониторят комплексы ГАММА-С. Военные только теперь решились показать, чем прикрывают подлеты к столице. ГАММА-С-1, трехкоординатная станция. Азимут, дальность и высота. Вся информация выходит на формуляр. Для этого требовалось раньше оператору самому высчитывать это все и выдавать на высшестоящий пункт. Данная РЛС она сама все высчитывает. Просто маркером подводим на цель, нажимаем кнопочку и вот информация вся есть. Стоит это, кстати, недешево. Одна станция 500 миллионов рублей. ГАММА видит все в радиусе до 400 километров. Высоту на 40. Одновременно она одна сопровождает сотню целей и не замечает помехи. Установку, кстати, выпустили еще в 2003-м в Муроме. Через четыре года показали на авиасалоне МАКС. За то время, что ГАММА добиралась до роты, ее цели стали более незаметными. Но, по словам военных, эта РЛС хватит надолго. Как, например, высота метра ПРВ-13. Он в армии 70-х. Несмотря на то, что одна РЛС лучше видит на малых высотах, а другая замечает самолет из технологии стелс, ГАММА-С фактически изменила собой многие средства ПВО предыдущего поколения. И более того, как говорят, она замечает объекты размером не больше теннисного мяча. Воздушное пространство России – это 100 километров от земли, и в нем чего только не засекают. Даже громаду шаров, которые отпустили молодожены. По идее, навстречу могут вылететь истребители. От Москвы до ближайшей границы 400 километров, и командный пункт ровно на половине пути. Здесь на мониторах видно все, что пролетает над Россией, и все, что еще только собирается. Любой неопознанный объект обозначен красным еще за сотню километров до границы. Потенциальная цель. И если его не окажется в планах российских ПВО, прозвучит тревога. При пересечении государственной границы Российской Федерации по цели 8308, взлет двух экипажей МиГ-29, аэродрома Курск, перехват. Россию делят между собой 13 бригад противовоздушной обороны. И вот это шестая, первый эшелон при авиаударе с запада. Военные, конечно, говорят, что белых пятен на карте нет, и что станций хватает, но им хотелось бы видеть больше. В этом году в войска воздушно-космической обороны поступят 20 новейших РЛС, в том числе свежие гаммы. И, кроме того, то, о чем офицеры пока только шепчутся – ВВО, Всевысотный Обнаружитель. Он видит каждую мелочно 60 километров вверх. Такие установки наводят на цель главные ракетные комплексы российской обороны – С-400. А теперь ВВО отдельно расставят от Москвы и до самой границы. Правда, где – как обычно, военная тайна. Константин Панюшкин, Олег Терновой, Михаил Буханов, Вадим Клик.